Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Стоит задача улучшения инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности. Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание двух комиссий госсовета. Собрали очередную партию гуманитарного груза. Более ста коробок с самым необходимым отправляются в Курскую область. Мошенники начали выманивать деньги россиян под видом помощи на нужды СВО. Как не попасть на удочку злоумышленников? Личные фотографии, письма и рабочие материалы в Самарском университете открылась выставка, посвященная жизни и работе выдающегося конструктора ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева. Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Москве совместное заседание комиссии госсовета по направлению промышленности и технологическое лидерство. Посвятили их совершенствованию мер поддержки институтов развития. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале. Был презентован опыт столицы по разработке и успешной реализации ряда мер поддержки промышленности, в том числе в части развития соответствующей инфраструктуры, заключения офсетных контрактов, взаимодействия с колледжами. Решили на основе этого опыта до конца года сформировать национальную общедоступную технологическую дорожную карту, которая позволит тиражировать опыт в регионах страны. Сейчас стоит задача улучшения инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки, подчеркнул глава региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил Алексею Коробкову стать временно исполняющим полномочия главы Новокуйбышевска. Ранее Коробков занимал пост главы Куйбышевского внутри городского района Самары. Что было сделано за это время и с каким настроем Алексей Коробков приступает к новой работе, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентам Самары ГИС сразу же после встречи с главой региона. Пять лет я провел в должности главы Куйбышевского района. Конечно, за это время район стал мне родным. Конечно, многое вместе с командой сделано. Выстроен, прежде всего, контакт с людьми. Безусловно, проблемы сохраняются. Но это как раз город миллионный, живой организм. Они всегда есть. Есть вещи, которые мы действительно сделали. Я хочу отметить, что мы вместе с командой и жителями, безусловно, полностью упорядочили систему управления жилищным фондом в районе. Сегодня созданы все рыночные условия в районе. Работают управляющие компании. Работают, действительно, можно сказать. Мы за пять лет с командой восстановили пять мемориальных объектов. Один возвели полностью в сквере ветеранов. Восстановили мемориал в память ветеранам внутренних войск МВД России. Мы реализовали много проектов по ремонту внутриквартальных проездов в рамках программы «Комфортная городская среда». В общей сложности более 50 дворов привели в порядок. Ну и, конечно, наши большие общественные территории. Сквер Куйбышева, Сквер Речников, Ерик Парк совместно с коллегами из города. Благодаря, опять же, федеральной программе «Комфортная городская среда». Мне поступило предложение от губернатора нашего региона Вячеслава Андреевича Федорищева, учитывая опыт, поработать в соседнем, таком же родном городе Новокуйбышск. И предложение я, безусловно, с большим желанием принял. 221 миллион рублей потратят на ремонт трех старых вагонов Самарского метрополитена, которые уже отправили на завод в Санкт-Петербург. Вагоны станут более комфортными и безопасными для пассажиров. Их полностью переоснастят. Эти и другие подробности узнала Елизавета Прокопенкова. В Самаре продолжается масштабное обновление подвижного состава метрополитена. В Санкт-Петербург отправили три вагона – два головных и один промежуточный. Они были выпущены в конце 80-х годов прошлого века и выработали свой ресурс. Вагоны ждут на базе Октябрьского электровагонно-ремонтного завода, с которым был заключен договор. В заводских условиях обновят кузова и полностью переоснастят транспорт. После модернизации вагоны можно эксплуатировать еще 15 лет. Во время капремонта каждый старый вагон разбирается вплоть до винтика. После обновления у вагонов будут новый интерьер и экстерьер, электросистема, система вентиляции и многое другое техническое оборудование. Также состав станет более безопасным для пассажиров. В вагонах метрополитена в определенных отсеках устанавливается автоматическая система пожаротушения. В случае возникновения пожара на автоматическом режиме запускается в эксплуатацию. В вагонах метрополитена установлена камера видеонаблюдения. Между сцепки вагонов метрополитена устанавливается дополнительное заграждение для того, чтобы пассажиры, которые находятся на платформе, случайно не упали, не попали в межвагонное пространство. Меняется система связи между пассажирами и машинистом электроподвижного состава. Обновление подвижного состава Самарской подземки началось почти 6 лет назад. В парке Самарского метрополитена 50 вагонов. Из них 28 капитально отремонтировали, а также ранее закупили один новый состав из 4 вагонов. По словам специалистов, капитально отремонтированные поезда не уступают совершенно новым. Скоростной режим такой же, комфортность такая же. Шумоизоляцию улучшает, чтобы не так влиял шум на движение, ну, перевоз пассажиров. Постепенно планируется обновить весь парк метрополитена, чтобы как можно больше современного комфортного и доступного транспорта было на линии. Это позволит улучшить транспортное обслуживание. В том числе пассажиры будут тратить меньше времени на ожидание поездов. Мы стремимся к тому, чтобы с запуском станции Дротеатральная у нас был максимально комфортный для пассажиров интервал движения. Это мы рассчитываем на 7 минут. Поэтому для этого нам надо сделать еще капитальный ремонт не меньше, чем 12 вагонов. Сейчас у нас интервал в утренние часы и вечерние часы в пиковую нагрузку 10 минут, а в межпиковую нагрузку 12 минут. Перед отправкой вагонов на капремонт часть оборудования демонтировали. Проверили систему торможения. Вагоны транспортируют при помощи тепловоза по железной дороге. Ширина рельсовой колеи, которая совпадает с шириной колеи российских метрополитенов. Срок сдачи капитально отремонтированных вагонов – 2025 год. Подрядчик должен исполнить обязательства до конца августа. Все новые вагоны и те, что прошли капремонт, тщательно проверяются. Специалисты завода и самарского метрополитена участвуют в приемке. Осматривают составы, проводят пусконаладку, обкатывают вагоны и только потом выпускают на линию, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения комфортно и безопасно. Сейчас в разработке амбициозная программа ремонта и модернизации существующей транспортной инфраструктуры и строительство новой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Власти города надеются, что правительство региона поддержит программу. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Помните гордиться историей наших предков в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Самаре начнутся работы по реконструкции памятников и мемориалов героев. Одним из таких объектов станет стелла, посвященная ветеранам Куйбышевского производственного объединения имени Фрунзе. Подробности в нашем сюжете. Аллея Трудовой Славы появилась в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На аллее была установлена стелла, посвященная ветеранам Куйбышевского производственного объединения имени Фрунзе. Заместитель и руководитель управления главного архитектора администрации городского округа Самара Антон Темников рассказывает, что его отец принимал активное участие в создании всей Аллеи Трудовой Славы. А теперь он сам примет участие в создании нового проекта по обновлению стеллы. Все мы знаем, что трудовая безымянка – это заводы, которые были эвакуированы во время войны из других городов, в общем-то, были оперативно развернуты и работали на нашу победу. И эта мысль возникла, чтобы увековечить память именно вот этих вот заводов, работников этих заводов, создав вот такую вот аллею. К сожалению, со временем вот эта стелла уже пришла в негодность, с атмосферными осадками и так далее. Сейчас идет речь о воссоздании ее в том первоначальном виде, в котором она задумывалась. На данный момент стелла, посвященная ветеранам Куйбышевского производственного объединения имени Фрунзе, признана аварийной и подлежит сносу. Однако ее восстановят, сохранив первоначальный вид. Ее обновление и дальнейшую судьбу обсуждали совместно с историко-культурной общественностью и ветеранскими организациями. Естественно, что ветераны к этому относятся осторожно, но с одобрением. Осторожно в том смысле, чтобы не были искажены те данные. Но именно для этого специалистов и экспертов, в том числе и меня, привлекают для развития этого комплекса. В ходе обследования было выяснено, конкретно на этом мемориальном сооружении, что есть критически недопустимый угол отклонения высотного сооружения. Поэтому было принято решение, вернее, даже это было указано в акте необходимости демонтажа данного сооружения. Прежде чем демонтировать, для того, чтобы сохранить именно эти параметры, были проведены лазерные сканирования. Сохранено облако точек, по которому будет воссоздано данное мемориальное сооружение. Работы по воссозданию мемориала планируют закончить в 2025 году. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. Поддержать не только словом, но и делом. Более ста коробок гуманитарной помощи отправилась участникам специальной военной операции в Курскую область. Что именно было отправлено, узнала Августина Охременко. Термобелье, продукты питания, детские рисунки с добрыми пожеланиями. Это и многое другое вошло в состав гуманитарной помощи, которая отправилась в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, расположенную в Курской области. Организатором сбора выступило волонтерское движение 9-я рота. Руководитель движения Наталья Щербакова рассказывает, что они не только регулярно отправляют помощь в зону боевых действий, но и также навещают солдат в госпиталях. Слово «любовь» это очень много значит, потому что в этом слове любовь к матери, любовь к ребенку, любовь к семье, любовь к родине, любовь к солдату. И вот я сразу же подумала, почему-то как только началось, что нужно собирать и собирать именно для этих ребят, которые нуждаются в любви, в ласке, в добре, в тепле. Я счастлива, потому что я получила от этой любви, от ребят, которым я отсылаю, счастье. Сбор гуманитарной помощи проходил с 8 по 18 ноября. В нем приняли участие как волонтерское движение 9-я рота, так и движение «Своих не бросаем». Они привезли окопные свечи, специально изготовленные для участников спецоперации. Мы своих нигде не бросаем, ни в Толуни, ни на фронте. Надежный тыл мальчикам очень нужен. Также в сборе гуманитарной помощи приняли участие 102-я школа, благотворительный фонд «Олимпия», депутаты городской и губернской думы и активные жители промышленного района. Я бываю там, среди бойцов в окопе, да, смотришь в глаза и всем хочется домой. Спасибо вот этим девчонкам, что нам помогает. Спасибо самарцам, самарской области, что не вставляет нас без помощи. Более ста коробок гуманитарной помощи уже 23 ноября будут доставлены участникам специальной военной операции. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Семейная ипотека под 6% годовых сохранится. Минфин не планирует менять ставку для семей с одним ребенком до 7 лет или с двумя детьми до 17. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Кроме того, ведомство не испытывает проблем с финансированием механизма такой ипотеки. Программа работает. Силуанов подчеркнул, что в России действует целый ряд льготных ипотечных программ. Все деньги, необходимые для их реализации, учтены в бюджете. Дополнительно предусмотрены еще около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. В этом году на реализацию программы были изначально запланированы бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, а из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 миллиарда. Мошенники придумывают все новые способы обманов. В последнее время через домовые и школьные чаты стала распространяться информация о том, что с граждан ежемесячно будут списывать средства на нужды СВО. Чтобы избежать этого, предлагают пройти по ссылке. Сообщения не соответствуют действительности, а если выполнишь указания мошенников, лишишься денег. Подробности в нашем сюжете. Не попасться на удочку мошенников в Самаре стали появляться сообщения, которые рассылают в общедомовых и школьных чатах от имени Банка России. В них говорится, что по распоряжению правительства Российской Федерации из получателя ежемесячно будут списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от списания денег, нужно перейти по ссылке. Такие сообщения рассылают мошенники. И если все сделать по инструкции, лишишься денег. В арсенале кибермошенников множество схем, с помощью которых они похищают деньги. При этом злоумышленники постоянно меняют сценарии, ориентируясь на актуальную новостную повестку. В рамках разных схем мошенники могут представляться сотрудниками операторов связи, государственных и правоохранительных органов, работниками банков, в том числе Центробанка. Через электронную почту и мессенджеры они направляют ссылку, переход по которой приводит к заражению вирусом. Главная цель злоумышленников – получить личные и финансовые данные человека для доступа в онлайн-банк и похитить его деньги. По словам специалистов, такие сообщения – типичный фишинг, или в переводе с английского – рыбная ловля. Так называют вид интернет-мошенничества, цель которого – получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. После перехода могут быть различные установлены вирусные программы, которые заблокируют сотовый телефон, после чего будет произведено списание денежных средств с банковской карты граждан. Или будет переход на сайт-двойник банка, он будет выглядеть правдоподобно, человек будет думать, что да, действительно, он находится в настоящий момент на сайте банка, будет вводить какую-то персональную информацию, которую вводить ни в коем случае нельзя. После чего будет также произведено списание денежных средств с банковской карты. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте третьим лицам личные данные. Данные банковской карты, коды из СМС и секретные слова. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, вводить данные карты на непроверенных сайтах. Для интернет-покупок стоит завести отдельную карту и пополнять ее только перед оплатой товара на сумму, эквивалентную его стоимости. Если вы получили подозрительное СМС-сообщение, заблокируйте абонента и отправьте сообщение в СПА. Виктория Шарая, События. День матери отметили в советском районе Самары. Во дворце ветеранов встретились участники клуба семей военнослужащих «Свои». За чаепитием они обсудили дальнейший план работы. Глава района Вадим Бородин вручил подарки и выразил благодарность. Тему продолжит наш корреспондент. Супруг Ольги Мяминой свою судьбу связал с российской армией. В свое время тушил пожары в разных горячих точках. Когда потребовалось защищать рубежи своей родины, пошел не сомневаясь. Тогда у его жены и таких же жен военнослужащих советского района родилась идея создать клуб «Свои». Здесь решают разные жизненные проблемы семей ветеранов СВО. Когда началось СВО, очень многие люди оказались в необычных ситуациях для себя. Это везде касается, и семьи, и детей, и все сферы заняло. И когда ты не один, а когда приглашают, разговаривают, даже просто, что мы собираемся, это уже психологически очень большое значение оказывает. У Анны Леоновой сын исполняет воинский долг в зоне СВО. Но благодаря клубу одинокой она себя не чувствует. Понимает, защищать родину – это не только долг, но и привилегия. Так пишет ее сын в письмах. Все хорошо. Служит, звонит, пишет. Приезжает в отпуск. Клуб семей военнослужащих советского района «Свои» отмечает предстоящий день матери, как всегда, вместе. Уже стало традицией все трудности преодолевать сообща. Естественно, при взаимодействии с районной администрацией. Семьи консультируют по разным вопросам, решают проблемы, работает школа здоровья. Регулярно во Дворце ветеранов проходят культурно-массовые и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Для чего наш клуб? Для того, чтобы поддержать наши семьи военнослужащих, объединить их. Они знают, наши семьи, что каждую среду во Дворце ветеранов мы их ждем. Мы будем с ними проводить различные мероприятия, мы будем встречаться. Более тысячи семей живут в нашем советском районе. За каждой семьей у нас закреплен куратор. И, конечно, очень важно, чтобы они чувствовали и знали нашу поддержку. Мы для этого и работаем. Клуб семей военнослужащих советского района «Свои» отмечает в этот день еще и свой первый день рождения. Год назад именно во Дворце ветеранов родилась идея объединиться. И это оказалось верным решением, уверены жены и матери военнослужащих. По традиции в праздник, без подарков и цветов никто не остался. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. С космодрома Байконур запустили самарскую ракету-носитель «Союз-2.1А», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-29». Об этом сообщили в Роскосмосе. Стыковка корабля с модулем «Поиск» Международной космической станции должна произойти 23 ноября в 17.36. В космической столице открылась выставка, посвященная человеку, который положил начало покорению космоса. Сергей Павлович Королёв – легендарный конструктор ракетно-космических систем. Что можно увидеть на выставке и кто участвовал в её создании, узнала Полина Чулякова. Человек, благодаря которому освоение космоса разделилось на «до» и «после». Сергей Королёв впервые увидел самолёт в детстве. В городе Нежине в 1911 году он наблюдал за полётом популяризатора авиации Сергея Уточкина. Это произвело на будущего конструктора такое большое впечатление, что с тех пор небо стало неотъемлемой частью жизни Сергея Королёва. Подробнее о его судьбе и достижениях советской космонавтики можно узнать на выставке, которая открылась на площадке Самарского университета. Его весомый вклад в развитие ракетостроения, в развитие аэрокосмической отрасли он неоценим. Только благодаря его мощи и благодаря его компетенциям у нас и Россия является передовым, первым в мире производителем ракет и летательных аппаратов. В экспозиции – архивные документы, фотографии конструктора, его письма и рабочие материалы. В организации выставки приняли участие и сотрудники архива Российской академии наук. Напомним, что в 2023 году архив РАН и Самарский университет имени Королёва подписали соглашение о сотрудничестве. Мы хотим, чтобы студенты видели, с чего всё начиналось, и на исторических источниках видели то, с чего всё началось и к чему они будут идти дальше. Сергей Павлович, он, во-первых, гениальный конструктор и гениальный учёный, во-вторых, он при этом такой же человек, как мы с вами. И то, что делает такой же человек, кем он становится, это наглядный и отличный пример для сегодняшнего подрастающего поколения. Для студентов космической столицы Сергей Королёв – вдохновение и пример. Максим Ульяненков учится на инженера-конструктора. Поэтому изучение наработок известного советского учёного для молодого человека – неотъемлемая часть учёбы. Такие выставки, считаю, очень важны, потому что наш университет имени Сергея Павловича Королёва, всё-таки Сергей Павлович Королёв – великий инженер-конструктор, который привнёс очень много, так скажем, разработок, технологий, которые до сих пор используют в нашей космонавтике, не только в Российской Федерации, но и также его наработки используют за границей. И считаю, что такого рода мероприятия очень важны. Познакомиться с биографией и достижениями Сергея Королёва может любой желающий. Выставка расположилась в первом корпусе Самарского университета и будет работать до 28 ноября. Полина Чулякова, Сергей Баскин, События. Сегодня во всём мире отмечают День телевидения. Первые эксперименты с передачей изображения на расстоянии проводили ещё в конце 19 века. Но массовое распространение телевещания началось только после Второй мировой войны, когда технологии стали более доступными и развитыми. Со временем телевидение стало неотъемлемой частью жизни людей по всему миру. Оно предоставляет информацию, развлечения и образование, объединяя людей из разных стран и культур. Напомним, в этом году телеканалу Самаргис исполнилось 17 лет. Мы рассказываем о самом актуальном, публикуем эксклюзивное интервью, делаем прямые включения, где бы не находилась наша съёмочная группа. У нас 24-часовое вещание, 9 выпусков новостей в день, 30 программ собственного производства. Сегодня Самаргис – один из самых оперативных информресурсов в регионе. Ежемесячно на сайт заходят более 55 тысяч уникальных посетителей, которые просматривают свыше 100 тысяч наших страниц. На наших видеохостингах более 36 миллионов просмотров, а посты в соцсетях ежемесячно охватывают более 900 тысяч пользователей. Далее вас ждёт обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чём они писали сегодня на своих информационных площадках. По многочисленным просьбам жителей города, сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает свою работу с 22 по 24 ноября. Она работает с пятницы по воскресенье с 8 до 18 часов. За покупками приглашает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. В Доме культуры Победа прошла важная конференция «Юридическая грамотность подростков». В рамках Дня правовой помощи детям ребятам и их родителям рассказали об уголовной ответственности несовершеннолетних и их законных представителей. Участники конференции узнали о том, какие последствия могут возникать из-за нарушения закона и как защитить свои права, сообщает телеграм-канал промышленного района. Сотрудники администрации Кировского района приняли участие в спартакиаде муниципальных служащих. Это мероприятие проходит ежегодно и каждый раз собирает самых активных и спортивных специалистов внутригородских районов, администрации городского округа Самары и городской думы. В соревнованиях по настольному теннису команда Кировского района заняла первое место, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok